Приветствую вас и смотрите, какая получается ситуация. Есть два направления развития вашей деятельности по сохранению семьи. Первое направление, оно касается того, что у вас было перед тем, как мужчина начал вас оскорблять. То есть, вот вы пишите, что в последнее время он вас оскорбляет. Второе направление, это как бы постфактум. То есть, это уже действие с тем, что произошло. А первое направление, это действие по исправлению того, что было, как бы, причиной того, что произошло. То есть, понятно, да? До проблемы и после. Значит, в последнее время мужчина начал вас оскорблять. Это говорит о том, что в нем появился негатив по отношению к вам. И у этого негатива, как это не может показаться странным, есть своя причина. Может быть, у вас и, в частности, у него возникли какие-то проблемы. Может быть, между вами был какой-то конфликт, который породил непонимание этой стороны мужчины. Породил обиду на вас. Но проблема, разногласия не было выражена соответствующим образом. И негатив, не найдя прямого выхода, начал копиться и в итоге выражается вот в таких вот оскорблениях. Для того, чтобы это понять, можно сделать следующее. Ну, можно проанализировать период времени, когда началось это, начались эти оскорбления, ссоры. Значит, период между первой такой ссорой, первым таким оскорблением, да, и моментом, когда все было хорошо, по вашему мнению. Вот было ли в этом периоде что-то, что могло стать причиной. То есть, какая-то вот обидно, какой-то конфликт, какой-то непонимание. Дальше. Проблема. То есть, вот, тут нужно проанализировать поведение вашего мужчины, его деятельность не в семье. Может быть, это связано с работой, может быть, с какими-то еще делами. Что-то, что внушает ему нервные переживания, что заставляет его, там, нервничать, беспокоиться и, соответственно, вести такой образ жизни. Потому что и оскорбление, и гуляние, это, по сути, есть симптом возможного бега от проблем, бегства. Возможного бегства от проблем. От каких проблем, конечно, знаете только вы. А может быть, и не знаете. Но это нужно узнать для того, чтобы лучше понять причину поведения вашего мужа и постараться, ну, с этой проблемой поработать. Как минимум, постараться ее разрешить. Для этого, с учетом мужского восприятия, эту проблему необходимо предоставить. То есть, спрашивать мужчину о том, что случилось, что беспокоить, бесполезно, он не скажет. А вот представить проблему уже, это может помочь. Для этого ее нужно отыскать. Дальше. Если ситуация заключается в том, что у вас были чувства, была искренность, все вот это вот было. А потом просто чувства начали уходить, спадать. И мужчина начал проявляемую ранее к вам энергию направлять на, собственно говоря, оскорбление и гулянки. То это говорит о том, что с его стороны чувства к вам поутихли. Они поутихли, они превратились в такую рутину. И нет уже той нежности, той заботы, той ласки, любви и тепла. И это не ваша вина. И если чувства ушли совсем, то изменить вы это не сможете. Потому что на него нельзя заставить человека любить, и нельзя заставить человека разлюбить. Но если, ведь он все еще с вами, он не изменяет, он дорожит вам, значит чувства есть, просто они поутихли. Мужчина понял, что вы принадлежите ему, что вы никуда от него не денетесь, что вы будете сидеть дома и ждать его, а он может делать все, что угодно. В том числе и, собственно говоря, вас оскорблять и гулять до утра. И здесь мы подходим ко второму направлению. Направление, которое как бы постфакт. В первую очередь, для более плавного перехода, попробуем сказать так. Какова была ваша первая реакция на, собственно говоря, оскорбление, когда оно случилось впервые? То есть, как вы отреагировали? Это очень важно, потому что первая реакция стала для мужчины показательной относительно того, как вы ведете себя в конфликте. И если она была недостаточно жесткой, то есть, вы недостаточно жестко показали мужчине, что вас нельзя, что вы этого не потерпили, что вы не будете это сносить и так далее. Если она была недостаточно жесткой, то нужно сказать мужчине, так, дорогой, вот еще раз такая ситуация повторится, то есть, еще раз меня оскорбить и будет то-то, 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 то-то. Любые средства хороши, но его нужно предупредить, аргументируя это тем, что у вас было терпение, терпение лопнуло, больше вы этого выносить не намерен. Значит, это что касается гулянок, то тут, как я уже сказал, мужчина ощутил, что вы принадлежите ему, что бороться за вас ему не нужно. И вот здесь нужно восстановить, как бы, баланс, нельзя сказать, что вы не будете вечно его ждать, гулянок, что вы тоже молодой человек, что вы хотите тоже внимание, что вы хотите тепла, ласки, заботы и так далее. И если мужчина вам этого не даст, то, соответственно, вы найдете того, кто даст вам это. Вот так, например, мужчине не сказать, а дальше пусть он делает то, что хочет, но при этом вы тоже можете делать то, что хотите, то есть, внушите ему, что он может вас потерять. Вот это внушение, страх при наличии у него к вам чувств, он спровоцирует мужчину на то, чтобы изменить свое поведение, чтобы более к вам прислушиваться, чтобы ориентироваться на ваши желания и прочее. Ну, а если чувств нет, то брак вам не сохранится, по крайней мере, на своих условиях, потому что, возможно, возможен компромисс, только в том случае, если оба человека хотят стремятся что-то делать для отношений. Если они не стремятся, то ничего не получится, соответственно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы делаете его лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...